МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жуткое зрелище и серьезные последствия. За сутки на Алтае произошло сразу несколько дорожных аварий. Есть погибшие. Саботаж. Почему народные избранники Камня-Наби уже год планируют и не могут поднять тарифы на тепло? Родной и общий край, как алтайские казахи, отметили 15-летие Центра национальной культуры. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Сегодня в Барнауле случилось жесткое ДТП. Машина врезалась в столб и превратилась в груду металла. К слову, последние двое суток в крае выдались насыщенными на дорожные аварии. В них погибли как минимум 4 человека. Вечером в субботу на трассе в Топчихинском районе столкнулись легковые автомобили «Брузовик». В проявом ГИБДД факт ДТП подтвердили, но подробности пока не сообщили. Инспекторы отметили, идет проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. Но, как пишут очевидцы, в соцсетях жертвами аварии стали сразу три человека. Двое мужчин погибли на месте, а девушка по дороге в больницу. Еще одна женщина находится в реанимации. В этот же день на Чуйском тракте водитель Лады в 20 километрах от Бийска не справился с управлением и слетел с трассы в Кювет. По словам очевидцев, мужчина погиб. И, наконец, сегодня ночью в Барнауле на пересечении проспекта Калининой улицы Кулаги на автомобиль БМВ врезался в столб. На фото видно, что от удара машина превратилась в груду металла. К счастью, сообщают очевидцы, в ДТП никто не погиб. Каминские депутаты продолжают саботаж новых тарифов на тепло. Уже год народные избранники не могут собраться и поднять стоимость теплоэнергии. Очередная сессия состоялась 18 июля, но числа голосов не хватило. Сюда пришли только 11 человек из 18. Глава района Федор Найдин попросил депутатов подойти к вопросу обдуманно. О развернувшейся дискуссии и результатах сессии читайте на сайте Политсибру. Американец Джастас Уолкер готовится к выпуску сыра в Алтайском крае. Корреспонденты Бийского рабочего пообщались с веселым молочником, который рассказал, что почти достроил молочный цех в Солонешинском районе. Переезжая на Алтай из Красноярского края в 2016 году, американский фермер планировал наладить производство сыра через пару лет. Теперь аграрий говорит уже об осени 2019 года. Чтобы перейти к массовому производству, американец планирует докупить примерно 60 голов коз и производить моцареллу, рикотту, сулугуни и другие сорта сыров. О планах и перспективах неординарного фермера читайте на страницах Бийского рабочего. Сергей Шубенков победил на этапе бриллиантовой лиги в Монако. Он финишировал за 13,7 секунды. КП на Алтай пишет, старт состоялся минувшей ночью. Это был уже десятый этап престижных легкоатлетических соревнований. Шубенков выступал на своей коронной дистанции 110 метров с барьерами. В отличие от прошлых стартов, Сергей пришел к финишу на 0,07 секунды позже. Но, впрочем, этого было вполне достаточно, чтобы занять первое место пьедестала почета. Евгения Даровская, наши новости. Все это недели на Алтае пройдет под знаком «Шукшинских дней». Открытие Всероссийского фестиваля состоится завтра, но уже сегодня в краевой столице начнут показывать фильмы народных режиссеров. Ретроспектива пройдет в кинотеатре «Премьера». А уже завтра в Барнауле состоятся творческие встречи с известными писателями, конкурсные показы фильмов, выставки. Ожидается, что за шесть «Шукшинских дней» сердце праздника село Сростки посетят несколько тысяч человек. Там 28 июля, ближе к вечеру, на горе Пикет, станут известные лауреаты «Шукшинской литературной премии» и победитель «Шукшинского кинофестиваля». Закроют 2042-е «Шукшинские дни» на Алтае. Певица Пелагея всего в программе Всероссийского фестиваля около 60 мероприятий, список опубликован на сайте «Края». В Краевом театре драмы со спектаклем выступит народный артист России Федор Добронравов. Он предстанет перед зрителями в образах шукшинских чудиков. Один сыграет сразу девять разных ролей. Это простые русские люди в непростых жизненных ситуациях. Спектакль покажут 25 июля, в день рождения Василия Макаровича, чье имя носит театр драмы. Начало в 18.30 билеты можно приобрести в кассе на сайте театра. «Шукшинские дни» на Алтае стали очень популярны в России. И я очень рад, что эти летние праздники я проведу вместе с вами. Мне очень бы хотелось, чтобы спектакль «Чудики» по рассказам Василия Макаровича Шукшина пришелся вам по душе. Приходите, не пожалеете. 15 лет дружбы алтайские казахи отметили юбилей Центра национальной культуры «Атамура». В одном из барнаульских парков прошел настоящий фестиваль казахской культуры с песнями и национальными блюдами. Что отличает и что связывает русских и казахов, какой путь удалось пройти организации с момента создания, в сюжете Ильи Кочеткова. Пылает жаркий огонь, шкварчит мясо, запах такой, что по неволе подойдешь и спросишь, а что такое готовят представители казахстанской диаспоры для гостей? Готовим национальное блюдо, называется курдак. В переводе он означает «картошка с мясом». И тут же добавляют, многие русские, напротив, считают его своим блюдом. Неудивительно, славяне и казахи так давно вместе, что порой не различить, где берет начало казахское, а где русская культура. Хайржан Досумбеков говорит, в России сегодня проживает больше полутора миллионов казахов, из них больше десяти тысяч в Алтайском крае. Говорит, главное, что получилось за эти 15 лет объединить соплеменников. Мы общественники, у нас нет денег финансов, с этим трудно. Но народ за 15 лет у нас, по-моему, маленько, ну, так скажем, прозрел, понял, что действительно они казахи. Сотни мероприятий, концертов, встреч, праздников провела организация за эти годы. Атамура переводится как «наследие предков», и одна из ее важнейших миссий – обучать родному языку тех, кто родился уже в России. С другой стороны, говорят организаторы, их задача – напоминать русским и казахам о том, что их объединяет. Большинство праздников Атамура проводят под открытым небом, чтобы гостем мог стать любой желающий. Но организаторы не хотят останавливаться на этом. Мечта Хайржана Досумбекова – создать на Алтае настоящий дом дружбы народов, чтобы все представители многочисленных наций, проживающих в регионе, могли объединяться и работать на его благо. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. И о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. На большей части территории края дожди. В Бийске, Белокурихе, Заринске, Олейске днем всего 19 градусов тепла. В Рубцовске – 20. В Барнауле переменная облачность. С временами дождь, ветер северо-западный и до плюс 19. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова